Я родных Наталья, и больше 25 лет я помогаю людям восстанавливать здоровье. И я тоже прошла тот путь, что вначале я проверила на себе, на своих детях, потому что проблемы были со здоровьем детей. Нашла тот способ, который действительно работает. Профессионально стала обучаться, потому что первое образование химико-аналитик, я занималась микробиологией, а вот в отношении питания это другая, вторая моя профессия, да, и профессиональное обучение я прошла. Поэтому сегодня я с огромным желанием, с огромной любовью постараюсь поделиться с вами теми знаниями, которыми я владею, для того, чтобы вот это вот послевкусие праздников, оно у нас было очень приятным. И я понимаю, что уже праздники у нас позади, и Филипп уже начал говорить о этой теме, но тем не менее, несмотря на то, что позади рабочая неделя, далеко не у всех еще хорошее ресурсное состояние, и поэтому необходима информация, необходимы эти знания, которые позволят это компенсировать и сделать рабочее хорошее состояние. Ну, собственно, все понятно, да, почему у нас праздничный стол, это же атрибут, который, ну, невозможно, любое застолье, это не только новогоднее, да, это любое торжество, это вот прям праздничный стол, это атрибут любого события. Ну, а что касается Нового года, оливье, холодец, утка, мандарины, сладости, поставьте, пожалуйста, количество блюд в чате циферкой, какое было на вашем столе. Как правило, все равно это не ограничивается там тремя-четырьмя блюдами, да, все равно это больше гораздо, и, соответственно, потом мы пожинаем плоды, так скажем, да, вот 12, 8, более 10, ну, так оно и есть, да, поэтому актуальность нашей встречи на сегодня очень большая, и мы как раз ответим на вопросы, как сделать так, чтобы не было сонливости, апатии, диареи, метеоризма, чтобы опознать аппетит и справиться с сахарной зависимостью. Я попрошу вас тоже еще поставить циферки от 1 до 5, с какими неприятными симптомами чаще всего вы сталкиваетесь после Нового года, либо это со стороны желудочно-кишечного тракта, либо это со стороны кожи, либо с уровнем энергии, либо вы понимаете, что набрали вес, может быть, появились отеки, может быть, все вместе, все вместе, да, вот чаще все вместе, наверное, да, пятерочки пошли. Понятно, ну вот будем тогда разбираться со всеми моментами. Ну, прежде чем говорить о том, что нужно сделать, давайте тогда определим корень проблемы, да, когда мы понимаем, в чем первопричина, мы не можем не понимать симптом, а повлиять именно на первопричину и ее как раз и устранить. Ну, начнем с первого, да, предновогодняя суета, стресс, стремление закончить все рабочие задачи в уходящем году, но у нас же их было много планов и задач, соответственно, нам хочется их завершить. Ну, и плюс ожидание новогоднего чуда, мы с вами все родом из детства, и несмотря на то, что мы выросли, мы все равно ждем чуда, и когда завершаются новогодние праздники, далеко не все чудеса происходят, и это еще и тоже момент такой психологический. Ну, и, соответственно, выход из праздников – это стресс на работу, да, определенная задача – стресс, соответственно, первое, что мы будем делать, это понятно, мы будем работать со стрессом, но вначале мы о причинах. Еще происходит нарушение питьевого режима в период застолий. Даже у тех людей, кто привык контролировать прием воды, у кого нормальный питьевой режим, вот в этой новогодней суете вот вся вот эта подготовка, вся вот эта канитель, да, и потом просто забываешь. Или же еще такой момент – сладкие газированные напитки, пакетированные соки, кофе, алкоголь, да, то есть они вроде как подменяют, да, нам жидкость, но на самом деле они не заменяют воду. И в результате обезвоживание застой желчи, запоры, снижение переваривания жиров, нарушение синтеза белков и ухудшение состояния полезной микрофлоры. Вот сегодня я не буду подробно останавливаться на нарушении полезной микрофлоры, но все-таки я часто сделаю акцент на то, что и питьевой режим, и избыточное количество углеводов, сладостей мы как раз в этот период подкармливаем, так скажем, наших условно-патогенных и патогенных бактерий, а вот полезные бактерии у нас страдают. И после новогодних праздников начинается ухудшение, потому что еще и нарушается дисбаланс полезной микрофлоры. Выбором продуктов, как у нас происходит. Ну, вот обычно, да, вот мы уже написали, какое количество блюд было на столе, да, то есть на самом деле одновременно используются продукты, которые не особенно хорошо совместимы в плане того, что они нагружают наш пищеварительный тракт. Далеко не у всех прям идеально работает пищеварительная система, вырабатываются ферменты, ну, плюс еще тяжелое сочетание, которое приводит к тому, что у нас происходит сбой, вызывается газообразование, сдутие, соответственно, какие тяжелые сочетания. Ну, во-первых, одновременно употребление мяса с овощами, содержащими крахмал, да, либо большим количеством макаронных изделий, ну, вот, либо это, ну, выточка же идет, либо булочные, которые из белой муки высшего сорта. Это все может вызывать тяжесть в желудке. Плюс сочетание рыбы, яйца, курицы и молочно-кислых продуктов, сладких фруктов и любой другой еды. Вот это, ну, скажем, ритуальное, заканчивать праздничный стол фруктами, да, это последняя капля для того, чтобы запустить все проблемы с пищеварением, потому что вот и так, как бы уже коктейль такой, да, уже и так неправильное комбинирование продуктов, плюс еще фрукты. Ну, соответственно, начинается процесс ображения. Еще один момент выношения неправильного выбора продуктов – это разнообразие белков. То есть у нас и рыба, и мясо, и горошек зеленый, все виды белков, еще яйцо, соответственно, там сметанка и так далее, да. То есть на самом деле тоже очень сложно переварить нашу пищеварительную систему, потому что большое количество разных белков. Ну и плюс экзотика, да. Вот Филипп уже говорил про манго. Как-то вот создать праздничное настроение и использовать что-то необычное, эзотическое, то, чего у нас нет в повседневном рационе. Алкоголь. Ну, что касается алкоголя, я думаю, что здесь аудитория у нас взял здоровый образ жизни, но в любом случае у нас ассоциация есть в голове, да, алкоголь, шампанское, ну, по крайней мере, шампанское, бой курантов и так далее, да. То есть вот эти вот ритуальные вещи, они далеко у нас уже где-то там на подкорке. Ну, на самом деле, условно допустимые дозировки алкоголя, они существуют, но все равно наша печень напрягается, она все равно дезактивирует. И она не как таковой самоалкоголь, да, а именно остальные льди, которые образуются в процессе биохимических реакций, вынуждены выводить им до печени, это определенная нагрузка. Соответственно, если у человека есть нарушение в желудочно-пишечном тракте, то есть если есть проблемы с поджелудочной железой, если есть проблемы с желудочным пузырем, то есть если есть проблемы вообще, в принципе, с пищеварением, да, то это будет дополнительная нагрузка, такой очень серьезной. А если еще и произошло смешение разных видов алкоголя, то это вообще чистый яд. Ну, какие бы исследования не проходили о пользе алкоголя, на самом деле все равно алкоголь-ребоктаза, она вынуждена прорабатываться для того, чтобы расщепить все тактичные вещества, и это нагрузка. Ну, что касается жирно-жаренной консервированной пищи, если она в режиме нескольких дней, то, конечно, она приведет к подгущению крови, ну, и препятствует, конечно, качественному очищению. Ну, а кофе, торты, зоба, мороженое, да, вот эти вот все углеводы, они тоже провоцируют расстройство, вздути, отравление, повышение скачки инсулина, колоссальная нагрузка на поджелудочную железу, да, которая не может справиться. Еще одна причина – это отсутствие меры. Ну, вот этим тоже вот можно, мы сейчас об этом, мы чуть попозже об этом поговорим поподробнее, но почему человек переедает в принципе? Ну, потому что, может быть, накануне была ограничительная диета, то есть вот этот момент корпоратива влезть в платье или в костюм, да, там постройнете, привести себя, так скажем, в форму, да, хорошо выглядеть, а затем получается, ну, все, я могу расслабиться, и я могу есть то, что я хочу, да, либо, может быть, по состоянию здоровья какие-то ограничения в диете, либо просто вот такой однообразный рацион, и в результате, когда на новогоднем столе такое изобилие, да, ну, вот все, да, то есть как бы уже без тормозов, что называется. Либо еще такой бывает момент, когда в течение дня человек там, завершая свои дела, да, завершая, ну, как бы, ну, год, весь в делах, толком не позавтракал, не получилось пообедать, ну, ужинать уже, чего тут ужинать, уже скоро за новогодний стол садится, и в результате садить за новогодний стол, испытывать зверский голод, и в этом случае уже сигналы от желудка мозга так быстро не проходят, и в результате человек переедает. Ну, еще очень такой момент удовольствия от еды, да, наслаждения, тем более, что ожидание праздника, вот этого чуда волшебства, особенно новогоднего, вот этот эмоциональный голод, он, это психологические причины, но они тоже существуют, и поэтому тоже человек переедает. Ну, и если еще накануне был недосып, либо там после новогодних праздников, да, поскольку, как бы, ночь была бессонная, человек переедает, это тоже научно доказанный факт, причем процент переедания там до 30% даже происходит от обычного рациона человека. То есть, чем больше мы едим, тем больше требуем еды, и это, ну, такой процесс, он неестественный, он, это нарушение, но дело в том, что это момент регулировки наших гормонов бриллина и лептина, и этот эффект называется эффектом бинго, когда человек уже много съел, но он все равно продолжает съесть, потому что вот этот момент, прохождение сигнала взбивается, и это приводит, естественно, к перееданию и избыточному весу. Резкое изменение режима дня. Действительно, оно так и происходит, мы же с вами люди, мы дитя природы, и мы тоже зависим, у нас есть свои циркадные ритмы, и мы, безусловно, зависим от циркадных ритмов в природе. И когда наши органы детоксикации должны отдыхать, они должны отдыхать, когда они работают, соответственно, их нельзя отвлекать и нагружать, организм вместо другим. То есть вот, когда мы с вами резко меняем режим питания, вместо того, чтобы ложиться спать, мы с вами садимся за новогодний стол, в то время, когда наши органы детоксикации должны работать на вывод, а мы загружаем пищей на желудок, и заставляем организм пытаться что-то переварить, это колоссальная нагрузка. И, соответственно, в этот момент уже печень полноценно с функцией не выполняет, так же, как и желчный пузырь. На слайде я написала часы работы этих органов, поэтому объяснимо, почему вот такой процесс происходит, мы не можем переварить. Кроме того, когда мы с вами смещаем прием пищи по времени, это влияет не только на желудочно-кишечный тракт, это влияет и на иммунную систему, и еще и на эндокринную систему. И вот он результат после впустия праздников. Это головные боли, это язык с налетом, тошнота, рвота, диарея, запор, слабости, судороги, недомогания, учащенное сердцебиение. Ну, это такие вот уже прям явные критические проявления. Но действительно, я соглашусь с Филиппом, потому что по статистике самое большое количество обращений именно происходит после новогодних праздников и после выхода из постов. Это статистика. Поэтому вот они, так скажем, после вкустия праздников, и даже если нет этих острых всех моментов, то есть состояние, хочу только есть и спать. И люди уже вроде как неделю вышли на работу, а все равно вот это вот состояние, такое сонливости, оно существует. Что же делать? Первое, если это стресс, резкое изменение режима дня и недостаток активности, соответственно, мы используем эти стрессовые практики, дыхательные практики, медитации, прогулки на свежем воздухе, да. Ну, я думаю, что те люди, которые за здоровый образ жизни, которые знают, как управлять своим пищевым поведением в том числе, да. То есть, наверное, в новогодних стол не сидели до 4 или до 6 утра. Наверное, если они даже встретили Новый год, они пошли кататься на горке или гулять. Так вот, можно это ввести на постоянный режим, постепенно увеличить физическую нагрузку, потому что в системе много сидели, ну, кто ли, потому что и родственники, и друзья, и гости всех, все сами ходили в гости, со всеми хочется пообщаться. Поэтому мы сейчас возвращаемся к нормальному режиму. Соответственно, мы восстанавливаем режим сна и отдыха, да, то есть мы ложимся в одно и то же время, мы встаем в одно и то же время. И, соответственно, чтобы был полноценный сон, мы используем еще и, кроме того, что мы убираем за 2 часа до сна гаджеты, мы используем уникальные продукты, которые натуральные, которые проверены природой, которые восстанавливают наш сон, делают его глубоким, полноценным, ассоенным, снимает нашу нервную возгрузимость, поддерживает нервную систему, потому что задерживает гидрамины группы В. Это продукт ПИ, который называется «Мир в душе», и продукт МГР, который как раз помогает нам справиться от стресса, который еще задерживает магний, и растительные компоненты, которые помогают устранить симптомы депрессии, поддержать тот дофамин, который нам так хочется всегда, чтобы был на хорошем уровне, мягкое успокаивающее средство и, самое главное, еще и поддержка сердечно-сосудистой системы. И для того, чтобы наша нервная система хорошо выдержала стресс, правильно адаптировалась в идее состояния вот этого вот после новогоднего послевкусия, конечно, еще нужны нам продукты, содержащие Омега-3. Это продукт М, который содержит превосходного качества Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые получены из анчоусов, макрели и скумбрии. И антиоксидантские, как минимум, потому что нам нужны антиоксиданты, потому что мы испытываем колоссальные нагрузки, и нам нужно, чтобы наши клетки регенерировали. Следующий момент. Мы его восстанавливаем. Но очень важные моменты, потому что некоторые запивают еду и газированными напитками, и минеральной водой. Но на самом деле во время еды, да, то есть мы все-таки должны есть, а не пить. А пить все-таки рекомендуется за полчаса до еды. Ну, утром, понятно, два стакана в обмену дощак для того, чтобы дать душ, для желудочно-кишечного тракта, и не ранее, чем через час-полтора после еды. И рекомендую пить не стаканами, а пить глотками, ну, так называемый капельный полив, да. И с учетом того, что у нас холодное время года, все-таки лучше использовать теплую воду. Поэтому, если вы где-то в дороге пути, берите с собой термос теплой водой, если вы дома, то тоже получается в течение промежутков пищевых, да, вот между приемами пищи используйте воду регулярно. Не запами, а все-таки глотками небольшого количества. И расчеты воды 30-40 мг на килограмм идеального веса. То есть, они должны быть более 3 литров, и, соответственно, они должны быть менее полутора, ну, для обычного взрослого человека. Ну, и про подростков, я тоже говорю, для детей там другая дозировка, для детей воды нужно больше. Ну, что касается выбора продуктов, безусловно, выбор продуктов, он важен не только во время праздников, да. Важно продумывать меню и в будни. Но вот, чтобы проще было запомнить по поводу сочетания продуктов, я не буду сейчас делать искрин на экране, да, чтобы вот шпаргалка была под рукой. Но могу сказать однозначно, что разные группы продуктов подрезающиеся соединяются с зеленью. То есть, пелковые, с зеленью, да, и не крахмалистыми овощами, бобовая, это и с зеленью, и некоторыми злаками, например, прекрасное сочетание маш и рис бурый, да. Крахмалистые каши, ну, крахмалистые продукты и каши, да, зерновые, они также хороши со свежей зеленью и с овощами. Ну, и понятно, что нужно избегать большого потребления жирного, жареного, острого, да, потому что это способствует воздражению желудка. Ну, а если не использовать клетчатку, то, соответственно, будет риск к запорам, да, может это привести, поэтому мы обогащаем, как бы, свое питание клетчаткой, да, используем побольше овощей, ну, с учетом зимнего сезона, понятно, либо корнеклоды, либо замороженные овощи, да, мы используем ягоды, используем цельные овлаки, семена, орехи, для того, чтобы клетчатки у нас было достаточно. И как еще можно добавить клетчатку? Вот такой вот лайфхак, и даже рецепт я вам привела на слайде, потому что, действительно, в летний сезон у нас ассортимент овощей гораздо больше, чем зимой, но мы можем добавить дополнительно, мы можем добавлять водоросли, мы можем добавлять лен, репсилиум или чиа в свой рацион, мы можем добавлять вот это в форме смузи, да, только надо делать не фруктовый смузи, нужно делать овощной смузи. Вы берете хорошую горсть зелени, там, замороженные шпината, петрушки, серверей, ну, любой зелени, добавлять нужно яблоко, киви, ну, то есть разумное количество фруктов, и обязательно добавляйте туда либо семя льна, либо вот, ну, там, кедровый жмых, напустим, да, или, там, орехи, и выбивайте, то есть должны быть все-таки и жиры, и клетчатка, и белки. Вот тогда это будет можно отнести к полноценному перекусу, и вполне можно дополнить клетчаткой, да, если вот, ну, не получается, ну, просто вот людей многих представление, что овощи, это только вот огурцы и помидоры, они у нас не сезонные, на самом деле у нас много овощей, поэтому заморозки, пожалуйста, и стручковая фасоль, и брокколи, и цветная капуста, и прямо афорти, да, замороженные, ну, много вариантов, поэтому не забывайте про клетчатку, особенно сейчас, когда мы выходим из праздников. Ну, а теперь по поводу отсутствия меры и до отвала. Вот здесь вот я немножко поподробнее остановлюсь, и вот эти слова, ну, все-таки считается, что они принадлежат Антону Павловичу Чехову, и вот уже столько времени назад он тогда сказал, что «Стафа стала голодным, вы наели, если вы встаете наевшись, вы переели, если вы стали переевшими, то вы отравились». Очень-очень мудрые слова, потому что действительно, ну, переедание – это прямо бич, и мы даже иногда не замечаем в обычной жизни, когда мы переедаем, потому что мы либо в гаджетах, да, либо мы, значит, думаем о чем-то и кушаем автоматически. То есть на самом деле переедание происходит не только в праздничные дни. И вот этот момент с перееданием сейчас уже обсудим, мы поговорим с точки зрения психологической, с точки зрения психологической, да, я расскажу о лайфхаках, как это можно поправить. Но прежде я хочу еще сделать акцент на то, что, поскольку вот такое смешение происходит, комбинация продуктов, да, и люди используют там ферменты, потом используют сорбенты и так далее. Вот я хочу с вами поделиться так называемым аюрведическим тоником. Это имбирная смесь, которую можно использовать перед каждым приемом пищи, особенно белковой пищи. Если у кого-то проблема с усвоением белка, она готовится очень просто. Это равное количество сока имбиря и сока лимона. И вы берете смесь, чайную ложку, насыпаете щепотку гималайской соли и используете это за 15 минут до еды, запивая глотками там двумя-тремя там теплой воды. Можно вообще не запивать, если хорошие слизистые. Но это только для тех людей, у которых со слизистыми все в порядке, у которых нет обострения гастрита, талденифи и так далее. То есть вот этой вот имбирной смесью или аюрведическим тоником вы запускаете, улучшаете процесс пищеварения. То есть у вас лучше вырабатываются ферменты, и вы лучше это все перевариваете. Потому что даже иногда бывает, что человек не так много съел, не так переел, но у него просто проблема с пищеварением. Поэтому вот это тоже такой лайфхак, который можете использовать, делайте сферим, используйте. Это очень здорово работает. Ну, а что касается вот не переедать еще, да, какие мы можем еще сделать рекомендации. То есть понять, что не садиться за стол вверх и голодным. Ну, то есть если мы в течение дня, мы понимаем, что у нас за столе, неважно, к нам придут гости или мы пойдем в гости, или у нас там банкет заказан, неважно. Мы все равно в течение дня питаемся по расписанию. Завтрак, обед там, и, соответственно, там, ну, на ужин вы идете, перед этим выпиваете обязательно за полчаса стакан теплой воды. И в то же время вот этот момент баланса, то есть нельзя садиться вверх, нет аппетита, то есть все-таки нужно кушать по голоду, это важно. Не за компанию, да, лучше вы просто посидите, ну, как бы составьте компанию, но если вы не голодны, не ешьте. Это на самом деле не будет плюсом для вашего организма. Следующий момент обязательно нужно делать паузы. Вот напишите, пожалуйста, у кого есть привычка, когда вы кушаете, вот вы положили там в рот порцию и отложили ложку или вилку на стол. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто так делает. Потому что это очень классная вещь, то есть вы невольно как бы себя как бы контролируете. Во-первых, вы начинаете тщательнее жевать, вот Клавдия, большая умница, если вы так делаете, где-то просто супер. Соответственно, у вас, да, у тысячи-существителей вас уже делают. Отлично, потому что мы должны осознанно с вами контролировать этот процесс, потому что оно стойки не мы, да, это же наш организм. Надо научиться отслеживать, чтобы мы не перегидали, чтобы мы чувствовали, что мы наелись, потому что сигналы мозга, он поступает чуть позже, да. Почему так, Антон Павлович сказал, да, потому что, на самом деле, спустя какое-то время вы понимаете, что, в принципе, если даже вы вышли и думаете, выходя из-за стола, думали, ну, я бы, наверное, еще кусочек чего-нибудь съела, да, то спустя какое-то время вы понимаете, да нет, я уже, все, достаточно. И для того, чтобы предотвратить эффект бинга, нам нужно контролировать ее, сидеть за своими порциями, да. Вот есть тоже такое правило, правило тарелки называется, да, ваша тарелка должна быть равна размеру вашей ладони. Вот, и, соответственно, как бы не надо вставить вот такие вот большие тарелки, да, потому что соблазна положить на них много. На тарелку, которая размером с вашей ладонь, вы положите только столько-столько, сколько нужно вам. Вот, и еще очень важный момент по поводу психологических факторов. Вот моменты эмоциональные, то есть понятно, что мы уже поговорили, что мы едим по голоду, но иногда мы с вами продолжаем кушать только потому, что мы наслаждаемся едой. И это происходит по целому ряду, так скажем, моментов. Но первый момент – это тот, что, собственно, человек ел только тогда, когда он мог расслабиться, да, соответственно, когда мы с вами живем, мы тоже расслабляемся. И еще у нас есть такая связка. Мы привыкли расслабляться, любимой едой ладонь, да. С одной стороны, это как награда, с другой стороны, это момент удовольствия, да. И, в принципе, мы с этой, ну вот мы наслечаемся, нам нравится вкус, мы продолжаем этим делом наслаждаться, и поэтому мы тоже переедаем. И это эмоциональное ощущение. То есть на самом деле это, как говорят, эмоциональный голос. Поэтому есть, так скажем, такой лайфхак, когда у вас вот такое состояние, вы задавайте себе вопрос, вот физический или эмоциональный. Ну вот просто сами себе отвечайте на вопрос, это тоже такой момент контроля, так скажем, да, потому что это действительно очень важно. И вот для того, чтобы, ну, кто-то, конечно, там, алкоголем и табаком, ну, естественно, из-за здорового образа жизни, а вот даже если не какой-то такой пищей, ну вот, а вот сладостями, вот очень легко как бы, вот, так скажем, удаляют, пытаются утолить, да, ну, точнее, заесть, так скажем, стресс, и вот этот эмоциональный голос. Так вот, я сегодня хочу с вами поделиться, поскольку это было заявлено, как все-таки справляться с этой зависимостью. Но прежде я вас попрошу, чтобы, ну, это с точки зрения, как бы, психологической, понятно, в идеале, если есть такие моменты, когда вот прямо, ну, вот это неконтролируемая вещь, конечно, это вообще в идеале работать даже с психологом. Но все равно мы можем с вами, мы же осознанные люди, все равно мы можем включить осознание, мы можем сделать такую вещь, мы можем написать список из 50 вещей, ну, то есть, ну, как бы, это момент того, что может вызвать у нас положительные эмоции, что может позволить нам расслабиться, переключиться, так скажем. И когда мы с вами ловим себя на том, что мы уже начинаем переедать, мы уже слишком наслаждаемся едой, да, то есть нужно просто вот этот момент спросить себя, а какую эмоцию я хочу испытывать в данный момент? Может быть, вам просто хочется, ну, помять обстановку, может быть, вам хочется, ну, вот, в принципе, как-то по-другому себя чувствовать, да, то есть какие эмоции я хочу получить, может быть, вам хочется куда-то поехать, ну, и, соответственно, можно сделать какой вариант? Можно написать 50 вещей в список, что, так скажем, позволит мне еще расслабиться или получить те эмоции, которые я хочу. Может быть, я хочу встретиться с друзьями, может быть, я хочу почитать книгу, может быть, я хочу принять ванну, ну, вот таким вот образом можно переключить себя с еды. И это, конечно, очень классно работает. Самое главное, чтобы, ну, была осознанность. Поэтому мы за практику осознанности. И еще такой момент, мы будем сейчас говорить еще про физиологические факторы, да, но вот этот момент, когда у нас с вами в рационе большое количество сахара и жиров, это еще больше усугубляет чувство голода. Казалось бы, ну, вот женщины в основном, женская половина человечества, она больше за сладкое, а мужчины больше за жирненькое, да. Но на самом деле сочетание того и другого, это тоже, конечно, не плюсом. Это даже просто усугубляет чувство голода. Мы-то думали, что мы там сейчас перекусили, съели и все. На самом деле нет. Почему? Потому что идет быстрый выброс инсулина, соответственно, потом сахар, вначале повышается глюкоза, потом выброс инсулина идет, потом им инсулину утилизируют, если поджелудочная способна произвести достаточное количество инсулина, и потом снова сахар падает, и нам снова хочется сладкого. И вот эти вот качели, они, так скажем, и раскачивают, да, человека. Более того, если мы говорим с вами сейчас про тягу к сладкому, и почему оно еще возникает? Ну, потому что это момент расслабления, удовольствия. Понятно, да, у нас любовь к сладкому вкусу, она, так скажем, врожденная, потому что это первое, что мы пробуем, это молоко мамы, да, она тоже сладкая. И это вроде как в основанно, да, и там чувство вот этой защищенности и так далее, да, у многих, если этого не хватает в жизни, то тоже, опять же, она сладкая, да. Но кроме этого, это может быть причиной тяги к сладкому, может быть, несбалансированный рацион, недостаток, опять же, белка, жиров, сложных углеводов, ну, про стресс. Понятно, да, мы уже говорили, что заедаем стресс. Опять же, ограниченный рацион, диеты, да, какие-то. Дефицит чистой воды. Ну, вот рецепторная и гормональная зависимость – это вот как раз вот с эмоциональной и психологической точки зрения, да. Нарушение микрофлоры и глистной инвазии. Вот я уже немножко вначале говорила, да, по поводу того, что если мы с вами подкармливаем, у нас размножается метафлора, да, и потом вот эти вот обложенные языки, да, налет на языке, или там молочница проявляется, там зуб головы начинается, да, перхать и так далее. Это вот как раз симптоматика вот этой вот ненужной микрофлоры, которая ненужного количества даже, прямо если точнее говорить, да, которая у нас возникает. Ну, и еще дефицит цинка, хрома и витамина D. Дело в том, что когда мы с вами, когда у человека такое вот однообразное питание, не очень как бы разнообразное, да, то получается, что у человека может, ну, соответственно, раз оно однообразное, соответственно, человек есть одни и те же продукты, да, то есть он получает одни и те же нутриенты, то есть, ну, соответственно, мы из пищи получаем витамины и минералы, да, То есть они в нашем организме не синтезируются сами по себе, да, минералы особенно. И получается, что, допустим, человеку не хватает цинка, селена, йода, да, а организм же ему об этом не говорит, но, зная симптомы, мы, конечно, можем это подозрить, да, те люди, которые работают консультантами, они знают, по каким симптомам определить дефициты. Но не все, не все, как бы, этого знают, и получается, что проще всего поесть чего-нибудь сладенького. Ну, во-первых, как бы сладкое же быстро дает подъем энергии, потому что из углеводов быстрее образуется энергия. Второй момент – это дефамин, да, ну, как бы раз, и вот вроде как хорошо стало, да, вот прям настроение поднялось, улучшилось и так далее. Но что происходит дальше? Возникает вот эта вот тяга к сладкому на фасуду. Почему? Потому что наши рецепторы, с одной стороны, да, они как бы вначале чувствительны, затем, получается, для того, чтобы мы получили ту же самую порцию дефамина, нам нужно количество сладкого еще больше. И каждый раз вот это количество сладкого приходится повышать, чтобы испытывать то же самое состояние удовлетворения. Понимаете, какая ситуация? Поэтому получается, что вот замкнутый круг, с одной стороны, организму не хватает витаминов, минералов, да, с другой стороны, вот эта вот рецепторная зависимость, но при всем при этом наши рецепторы, они достаточно быстро, как скажем, притупляются, и вот это количество сахара увеличивает, увеличивается и создают, соответственно, дополнительные проблемы. Что можно еще сделать, кроме того, что спрашивать, голод физиологически, эмоциональный, да, переключать себя на другие эмоции другими способами, с точки зрения нутрициолога, нужно сделать так, чтобы мы получали гораздо больше удовольствия от здоровой пищи. Потому что вот у многих до сих пор осталось вот это, если, значит, ну, типа правильное питание, но, правда, сейчас стало уже по таким ругательским термином, потому что под правильным питанием, понимая, не совсем, так скажем, здоровое питание на сегодняшний день, да, ну, вот сейчас огромное количество сахарозаменителей там и так далее, да, и типа это подается как ПП, да, ну и все остальное. С сахарозаменителями та же самая штука. То есть независимо от того, сахар или сахарозаменители вы используете, вы все равно используете сладкий вкус, только вы создаете еще большие проблемы сигналов мозга. Ну, как бы у нас другая система срабатывает, то есть сладкий вкус получили, а углеводы не получили, и там вообще сбой получается, разбалансировка. Поэтому категорично против сахарозаменителей я объясняю, почему. Так вот, с точки зрения правильного питания, так скажем, оно неправильное, точнее, я бы сказала, здоровое и сбалансированное. Просто делать так, чтобы получать удовольствие от здоровой пищи. То есть подумайте с разнообразием в плане новых блюд, новых каких-то продуктов, которые вы раньше не использовали. Вот поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто использует в своем рационе МАШ. Вот мне просто очень тоже интересно. На самом деле самые легкоусвояемые бобовые, да, которые легко усваивают даже детки. И даже на, так скажем, разгрузочных диетах, да, используется МАШ вместе с бурым рисом. Это блюдо называется кичери, и оно потрясающе очищается. И это полноценный, получается, источник делка, несмотря на то, что растительный. Ну, достаточно полноценный, условно, да. Я просто к тому, что можно попробовать разнообразить свой рацион, добавить туда специи, сделать это очень вкусно, и получать огромное удовольствие и эмоции. Вот я вижу плюсы, есть такие у нас, здорово, рады, что такие есть, молодцы. Поэтому мы избегаем пищу, содержащую большое количество сахаров и жиров, да. Мы, значит, за осознанное питание, и, соответственно, получаем удовольствие от здоровой пищи. Кроме этого, я для вас подготовила тоже такую вот шпаргалку, делайте, стрим экрана. Какие, что можно заменить, чем можно заменить сладости. На самом деле, это будет достаточно полезная еда, но при этом она будет иметь определенный сладкий вкус, и вот постепенно будете отличаться от сладкого, если у вас есть сахарная зависимость. Я сразу призываю вас не бросаться в крайности, да, не отказываться целиком и полностью. Просто рекомендую для того, чтобы уйти, так скажем, с этой сахарной иглы, просто ежедневно сокращать количество сахара в процентов на 10. Ну, то есть, если вы там чай с сахаром пьете, соответственно, вы кладете меньшее количество сахара или в кофе, да. Если вы используете какую-то выточку, вы просто ее меньше используете, и постепенно переходите на замену сладостям. То есть, если, допустим, это кокосовый урбич, ну, с чистым составом, да, то есть вы там смотрите, что только кокосовый урбич, там нет ничего другого, да. То есть это важно, не важно, миндальный или кунжутный, или с кешью, да. Если горький шоколад, то там действительно должен быть только какао-масло, да, и, соответственно, ну, лицетин может еще быть, да, но большое содержание. То есть не должно быть никакого там молока, какого-то заменителя молочного жира и так далее. То есть чистый шоколад горький. Соответственно, смотрите составы даже, ну, вот из тех продуктов, которые перечислены на слайде. И кроме этого, у нас еще есть потрясающая подмога, так скажем, очень мощная. У нас есть продукт, который называется Эпли. Он так и называется «Стройность и здоровье». И этот продукт, помимо того, что он помогает нам компенсировать, вот недостающий хром. Кроме этого, в составе содержится фокус пузырчатый и горциния кампаджинская. Так вот, фокус, он как раз, если мы с вами можем, ну, если у нас есть такая возможность, да, я рекомендую эту возможность иметь, если вот грешите тем, что можете переесть, или, может быть, действительно зверски голодные и боитесь, что пропустите этот сигнал, можно использовать две капсулы продукта СВИ за 40 минут до еды. И тогда у вас будет меньше возможности переесть. Это первый момент. Ну, если вы понимаете, что вы перебрали углеводы, что вы нагрузили, чтобы поддержать поджелудочное железо, используя этот продукт, горциния кампаджинская сделает свое дело в плане помощи поджелудочной железы. Ну, и, соответственно, вместе с продуктом СЕЙЧ, эти два продукта, они работают на то, чтобы нормализовать уровень сахара. Они помогают нашей поджелудочной железе как раз и за счет хрома в том числе, да, потому что хром регулирует углеводный обмен, усиливает действие инсулина, чувствительность клеток к инсулину, превращает развитие инсулинорезистентности, уменьшает тягу к сладкому. Но кроме этого, это и момент, если мы говорим про СЕЙЧ, это адаптоген, который помогает справиться в том числе и с пищевой нагрузкой, да, и кроме этого помогает нашему организму вернуть работоспособность, тонусы, энергию. Ну, конечно, мы, опять же, за счет того, что получаем водоросли, мы еще и работаем не только на поджелудочную железу, но еще и работаем на эндокринную систему в целом и на щитовидную железу в том числе. Но вот что касается продукта МТР, я уже, конечно, о нем рассказывала, но это не просто отдых от стресса, это не только, как бы, компенсация и поддержка нашей нервной системы. Дело в том, что сам по себе магний – это не только антитрессовый компонент. Магний – это еще кофактор 100 разных ферментов, которые участвуют в углеводном обмении, в том числе и в секреции инсулина. Поэтому этот продукт, он тоже будет очень актуален в эпохе нашего нового дела слова и в нашей жизни. И, конечно, вот этот момент, даже независимо от того, было у нас переедание, не было переедания, да, наш организм, он так устроен, что в нашей печени происходит процесс детоксикации. И у нас есть запись вебинара, так же, как и по стрессу, есть запись вебинара, также есть запись вебинара по детоксикации, где мы подробно рассказывали о тех фазах и стадиях, и что необходимо для того, чтобы в нашей печени эти процессы детоксикации в нашем организме проходили правильно. Но для того, чтобы... Я просто напомню очень, так скажем так, коротко. Нам нужны витамин С, магний, сера, хром, глутатион. И эти продукты, и эти компоненты, которые нам необходимы и для первой фазы, и для второй фазы детоксикации, они содержатся в целом в ряде продуктов. Ну, в питании, там, на фазе я тоже показывала, но и в биологически активных добавках Project 3, которые вы видите на экране. И я хочу делать акцент на то, что антиоксиданты – это не только красота и молодость, не только регенерация клеток, но это еще и процессы детоксикации, потому что в этих продуктах, таких как LV и A, содержит цинксилен, это то, что позволяет нашей системе детоксикации работать как слаженный механизм. Что касается продукта D, он так и называется детоксикацией организма. Но вот здесь моменты, и в первой фазе, да, вот что касается алкоголя как раз, да, я уже говорила про солидит и про то, что это токсическая нагрузка на печень и так далее. Ну, вот такой лайфхак для тех, кто вынужден использовать алкоголь, да, по какой-то причине, там, субординации или еще там какие-то моменты, да. Вот можно использовать продукт D, опять же, до, так скажем, застолья, да, вместе с продуктом A, и тогда вы дольше будете сохранять светлую голову. И, соответственно, после застолья, после алкоголя, когда вы используете продукт D, вы меньше, ну, вы с ним снижаете, вы помогаете печени вот в выводе как раз ацеталенгидида, потому что он выводится, ну, алкоголь как бы выводится на первой стадии детоксикации. И это, как раз, водораспроимые токсины, которые помогают, с помощью которых, в смысле, с помощью продукта D, которые могут нашему организму помочь вывести. В составе этого продукта кора кошачьего когтя, экстракт кошачьего когтя, экстракт кошачьего когтя, экстракт имбиря. И вот имбирь, как раз, он тоже очень хорош в этом продукте, потому что, я уже говорила про авергический тоник, и про имбирь, сок имбиря мы говорили, он тоже улучшает процессы пищеварения, и это тоже очень важно в этот момент. А вот для второй фазы детоксикации нам нужны еще и аминокислоты, помимо антиоксидантов, помимо аминоксидантов группы B, C, селена и сира. У нас есть продукты, которые, казалось бы, по прямому назначению, ну вот продукт ЕНТ, это комплексная защита суставов, он так называется, а в составе у него есть, в том числе и глицин, да, в составе морского коллагена. Содержится сера, которая необходима, потому что именно при помощи серы, вот эти вот водорастворимые, жирорастворимые токсины, они переводятся в водорастворимые, чтобы организм смог вывести. И уникальный продукт LG, это не просто защитник печени, я бы сказала, это помощник печени. Помимо того, что он содержит нафиамин, да, то есть вот эти вот аминокислоты, которые нам необходимо на второй фазе, он содержит еще и магний, аминогруппы B, амин С, и содержит апунцию. И научные доказанные данные, что использование апунции, ну в том числе и продукта LG, на 50% снимает по хрену синдром. Ну это вот слово застолье, очень уникальный продукт, который поддерживает здоровье печени. Но это мы то, что можем использовать внутрь, но при этом, когда мы с вами долго сидели за столом, когда у нас была ограничена физическая нагрузка, нам, конечно, нужно запустить нашу лимфатическую систему, потому что в ней нет насоса, да, как кровеносное у нас сердце. Поэтому нам нужна стимуляция дополнительная. Я уже говорила про физическую активность, и если нет противопоказаний по бане, сауне, да, детокс, ванной, массаж сухой щеткой, движение, 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 дыхательное, диафрагмальное дыхание, да, здесь вот прямо на рисунке, можно делать это упражнение не только лежа, да. Ну просто лежа удобнее проконтролировать, если бы ладонь положите, ну хотя в принципе все и то же самое можно сделать. Так вот, допустить лимфу хотя бы лимфодренажными, так скажем, вот этими вот дыхательными движениями, это уже огромный бойтокс. И, соответственно, потом на третьей фазе токсикации помочь вывести это из организма через мочеподелительную систему и через наш кишечник. И для этого можно использовать продукт N, потому что это тот продукт, который как раз помогает нашей мочеподелительной системе справляться с нагрузкой. А, соответственно, продукт N, да, у нас уходим, называется несокрушимый иммунитет, но это как раз иммунитет кишечный, да, то есть там нужно ввести порядок и как раз поддержать наши дружественные бактерии за счет того, что поставить пробиотики с фруктолигосахаридами, да, с пробиотиками, с продукт N в наш кишечник для того, чтобы действительно у нас восстановилась легкая пищеварение. Почему я говорю про эти продукты? Ну, во-первых, я это проверила на своей семье, на своих детях, не знаю, как это работает. И больше всего меня до сих пор потрясает, что несмотря на то, что бренд на сегодняшний день в продаже 2, я ранее вижу, существует уже такое количество лет, да, то есть это 20, да, получилось. На сегодняшний день у этого продукта конкурентное преимущество, аналогов которому нет до сих пор, потому что ингредиенты, которые используются в продукте, они доказали свою безопасность и результативность исторически на протяжении тысячелетий уже. Это природные компоненты, это эксклюзивные формулы, это действительно уникальные продукты с уникальным сочетанием, с эффектом синергизма витаминов и минералов. Поскольку я участвую в разработке, я могу это сказать, потому что это действительно, ну, у нас и так были классные формулы, но мы сейчас обновляем, и мы сегодня используем самые современные, самые легкоусвояемые, самые биодоступные формы современной технологии, несмотря на то, что компания, технология креодорабления, она позволяет сохранять наши продукты на 98% биологической активностью и также высокоэффективные экстракты с высокой биодоступностью, которые не оставляют следов растворителя. Это стандартизированные экстракты, они также усваиваются на 98%. И производство находится во Франции. Все продукты делаются по стандарту GMP фармацевтическому. И я не устаю повторять, потому что сегодня GMP с разными значками, да, не только с такими, как у нас, ну, вот стандарт GMP, да, вот он должен быть вот таким стандартом, да, у нас фармацевтический международный стандарт. Пишут стандарт GMP и подписывают всевозможные там зеленые буковки, там сертификации и так далее. Ну, согласитесь, что сертификация оборудования, на котором происходит расфасовка и сертификация всего продукта по стандарту GMP, это небо и земляк. Это совершенно разные вещи. Одно дело, когда сырье собрано, доставлено, соединено, упаковано, все, учитывая это по стандарту GMP, да, как у нас. Либо это сырье непонятно, откуда привезено, непонятно, как, где выращено, как оно отобрано, да, и оно просто, по сути, расфасовано на фармацевтическом производстве во флаконы и стоит стандарт GMP. Это совершенно другой стандарт. Поэтому обращайте на это внимание. Произведено на оборудовании по стандартам GMP, либо сделано целиком по стандарту GMP. Это разные вещи. Ну, и комплексные программы, они чем хороши, что они комплексные. Это готовое решение. Разнообразие очень большое. И базовые линейки, и продукты направленного действия. И это теми инновационные продукты, которые помогают людям заботиться о своем здоровье, о красоте, жить полноценной жизнью, улучшать ее качество. И в завершении нашей встречи я хочу пожелать вам, чтобы вы действительно достаточно быстро, используя рекомендации, используя те продукты, о которых я рассказала, вернулись в свое работоспособность, в свое настроение. Даже если оно у вас было хорошим, пусть оно будет хорошим всегда. А я вас приглашаю на встречу 27 января, в 12 часов по московскому времени, с удивительным человеком, доктором, кардиологом, который расскажет вам о том, как защитить сердечно-сосудистую систему. Устанавливаете швейцер. Поэтому ставьте напоминалки в свои телефоны, и обязательно приходите на встречу 27 числа. Я всей души желаю вам здоровья и счастья. И я вам приготовила подарок. Сейчас я отправлю вам ссылочку в чат. Встречайте, используйте и будьте здоровы. Всего доброго.